Как все-таки Украина будет себя вести во всех этих коллизиях, которые готовит нам будущий 2017 год? И вот чего стоит ожидать, к чему готовиться? Если говорить о ситуации с Украиной, то я бы сказал так, что, конечно же, самой большой проблемой развития нашей государственности является то, что в течение последних двух лет ставили все время на проигравшую сторону в реальности. Это показывает то, в чью пользу играла банковая и в европейском направлении, и в направлении американском. И, конечно же, это деструктивные моменты. У нас является внушительной проблемой во многом неосознанность происходящего и непонимание той бездны, к которой мы скатываемся. Я скажу позитивный момент под Новый год, все-таки один, что ужас не длится бесконечно. У нашего ужаса рано или поздно будет конец. Но это единственный позитивный момент, который на самом деле можно из ситуации нынешней вытянуть с Украиной. Проблема в чем? Проблема в том, что на самом деле во многом безальтернативное видение внешнеполитического вектора, банковый, парламентом нынешним, достаточно забавным и специфическим, он приводит к тому, что Украина теряет какие-либо перспективы на становление себя как актора мировой политики. Потому что на самом деле настоящий субъект, он обязан предусматривать разные сценарии развития. А украинская правящая элита, ее пародия можем называть как угодно, но украинская правящая элита не рассматривала разные варианты. И катастрофой для Украины является то, что вот это безальтернативное видение со стороны правящего класса, ряд заявлений абсолютно псевдоэкспертов в наших средствах массовой информации, которые не понимают ни развития текущего тренда в мире, ни текущих тенденций, приводит к самоослеплению, абсолютному непониманию тренда, а это жизненно необходимо для понимания политического процесса. Ну что ж, Андрей, вы все-таки отметили, что Трамп научит украинскую политическую элиту к самостоятельному мышлению. Я скажу просто один момент позитивный, который все-таки нужно отметить. Я бы сказал, что естественно для умиротворения нашей ситуации на востоке Украины, для деэскалации нашего, в том числе внутреннего конфликта, естественно необходимо умиротворение в обществе, согласие между гражданами. И для этого во многом в пользу этого, правильно сказать, сыграла ситуация в августе 2016 года, я имею в виду всеукраинский крестный ход, который был устроен Украинской Православной Церковью во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, да, предстоятелем. В этом отношении важно отметить, что этот крестный ход был настоящим, я уверен, очень патриотической акцией в пользу украинского единства и в пользу мира на этой земле. Это был по-настоящему триумф православия, православной церкви, как организаторов, и это был триумф партии мира. Это очень важный момент, и будем надеяться, что это будет тот базис, на котором прорастут семена мира уже начиная с 2017 года. Ну что ж, Андрей, тогда ждем, пусть мы религиозными или светскими методами, но я уверен, что все как-то ждут какого-то наконец-то урегулирования и стабильности.